Заказываю такси, хозяйка сказала ключики бросить в почтовой ящик. Через 7 минут приедет уже машина. 49 рублей такси! Ну тут правда рядом, я же в центре, вокзал тут 2 остановки. Ну а вообще ребята мне рассказали, да я сам заметил, в Волгограде такси очень дешевое, так что если там вдвоем, вдвоем, даже вообще дешевле, чем на транспорте. Так что пользуйтесь такси, подземным трамваем, ну а я поехал. Так, 64. Все, 2 минуты осталось. Вон уже такси подъезжает, хорошая квартира, рекомендую. Такой тихий дворик, тихий центр, великолепно. До Мамаева кургана такси полтинник, до вокзала полтинник, вообще супер. Ну что, я прибыл на вокзал, главный вокзал города Волгограда. Посмотрите, какой красавец. Прям вот сталинская, сталинская архитектура, сталинский ампир, такая советская, да? Остроконечная звезда, вот эта башенка, фигуры, какие скульптуры, вообще такие рабочекрестьянские, обалденно. И вот она вторая копия знаменитого фонтана Бармалей, танцующие дети. А первую копию мы с вами видели в одной из прошлых серий, около мельницы Гергерта. Тот же крокодил посередине, вокруг лягушки. Напротив вокзала тот красный Александр-Невский собор, где мы гуляли после центральной набережной и заходили в конфеты-бараночки. Все рядом. Но вход не с центральной части, а вот оттуда, вот сбоку. Посмотрите, как выглядел Сталинград до войны. Центральная набережная, общий вид до военного Сталинграда. Центральный универмаг, такие машины еще советские. Дом книги, первая продукция тракторного завода, который закрывается мы сегодня, когда ездили. Люди гуляют. И никто не думал, что через какое-то время за один день 90% города просто будет уничтожено. Такая вот экспозиция прямо на вокзале. Посмотрите, что творилось, да? Вот он этот фонтан детских хоровод, который был в оригинале на привокзальной площади в 42-м году. Немцы. Посмотрите, что находится внутри вокзала. Обалдеть, какая экспозиция. Печатная машинка, швейная машинка, патефон. Обалденно. Такая военная техника, автоматы. Такой уголок. Московский поезд, естественно, на первом пути. И я вышел, и прям сразу мой вагон. Вагон номер 8. Волгоград, Москва-Повелецкая. Значит, плацкарт в этом поезде стоит и верхняя и нижняя полка 2783 рубля. Купе верхняя полка 2866 рублей. Купе нижняя полка 4266 рублей. Я еду в купе на нижней полке. Поезд номер 1. Волгоград, Москва-Повелецкая. Отправление в 16 часов 30 минут по местному времени. Не забываем, что в Волгограде плюс 1. Прибытие в Москву в 9.30 по московскому времени. То есть поезд идет ровно 18 часов. Ну, то есть в ночь. Итак, почему я поехал поездом? Причина номер 1. Я очень часто путешествую. И у меня уже за 3 года в программе РЖД Бонус накопилось очень много баллов. Поэтому, естественно, я бы никогда не поехал за деньги на таком поезде, если бы не мои баллы. Потому что билет на самолет даже с багажом 20 килограмм у Победы стоит 2499. То есть самолет с багажом за полтора часа до Москвы дешевле, чем поезд. Но я купил билет за баллы. То есть этот билет стоит 7000 баллов и сервисные сборы в рублях 766 рублей. Итого у меня билет обошелся в 766 рублей. Минус 7000 баллов с моего счета. И я еду с багажом. Понятно, что я мог бы улететь за 499 рублей обратно также с ручной кладью. Места были, когда я покупал билеты. Но тогда бы я не смог увезти подарки. Потому что в ручную кладь ни бутылки, ни баночки, ничего этого не положишь. Поэтому я так смекнул. Лучше я доеду за баллы. Не важно, сколько у меня багажа. Но на фирменном поезде. Просто знаете, что удивляет? Куда смотрят маркетологи РЖД или те, кто занимается ценовой политикой? Ведь даже цена на этот фирменный поезд в Плацкарт дороже, чем с багажом на Победе. РЖД баллы можно зарабатывать не только покупкой билетов, но и с помощью баллов Сбербанк. Поэтому, если у вас есть баллы Сбербанк и вам некуда их девать, буду рад, если вы меня поддержите баллами Сбербанк. Это позволит мне делать больше путешествий и больше контента. Перечислить баллы «Спасибо» на мой номер участника РЖД очень легко. Нужно скачать приложение «Сбербанк. Спасибо». Далее в разделе «Путешествия», который находится в меню в самом низу, выбрать «РЖД бонус». И там ввести номер моего участника «РЖД бонус» и приправить мне баллы. Баллы приходят где-то в течение двух недель. Если вы это сделали, обязательно напишите в комментариях, чтобы я мог вам потом отписаться, что я их получил. Номер участника в программе «РЖД бонус» я оставляю в описании видео, а также в комментариях. А также ссылку с подробной инструкцией, как перевести баллы «Спасибо» на РЖД. Смотрите, какой вендинговый автомат. С какими-то снеками. Седьмой купе. Посмотрите, какая красота. Верхние уже заправлены, а нижние в форме диванчика. Но они вот так откидываются, и они там уже тоже заправлены. Вот, видите, они там заправлены. Просто откидывается, и сразу кровать. Посмотрите, какой палас. Чистота неимоверная. И кондиционер, и всё здесь есть. Полотенчики белоснежные. Одеяльца, подушки. Вообще просто бест. Хорошо, что я еду за баллы. Так, это что? О, туалет. Ой, ребята, смотрим, туалет. Посмотрите. Это раковина. Вода. Это освежитель воздуха. Привет. Кнопка смыва. Даже есть пеленальный столик. Ну, чистота, невыносимая бумага. Здесь раздельный мусор, бумага, пластик, бутылки. Конечно, всё очень круто. Тут такое зеркало. Это вот такая штука, чтобы взбираться на второй этаж. Подставка для ног. Посмотрите, четыре розетки на четырёх человек. Индивидуальная подсветка. Кнопка вызова проводника. Посмотрите, тут есть индивидуальный сейф. Полотенце. Второй сейф для второго человека с верхней полки. Тапочки уже входят в комплект. Тоже лежат на каждой кровати. Посмотрите, что было в тапочках. Так, маленькая зубная щётка и маленькая паста. Всё одноразовое. Также в тапках лежит маленькая ложка для обуви и освежающая салфетка. Такие мелочи, ну так приятно. Неужели такое есть в РЖД? Да, крутой поезд. Я уже переоделся. Вообще, такое ощущение, что я не в поезде, а где-то в номере отеля. Одел тапочки. Так, посмотрим дорожный набор. Доктор Кёрнер. Хлебцы хрустящие гречневые с витаминами. Теперь откроем набор. Здесь у нас одноразовая ложка, вилка, ножек. Освежающая конфета мята. Печенье с какао с начинкой со вкуса пломбира. И вот такая чистая природная негазированная вода. Маленькая бутылочка прикольная. Мы тронулись и заработала индивидуальная подсветка. Заработал кондиционер. И заработала общая подсветка. Ребята, помните, мы с вами были на виадуке, на мостике, когда поднимались к родине матери? Так вот, мы сейчас едем, получается, под этим виадуком. Вот она, родина мать. Да, вот он, Василий Чуйков. Вот он, этот мост, где мы с вами были в первый день. Со мной едет один попутчик. Я посмотрел, больше никто к нам не подсядет. То есть, он внизу, я внизу. Ну, мужчина, ровесник моих родителей, очень приличный. Женя отзвонился. У него собственное хозяйство в деревне. Ну, такой прям очень приличный мужчина. Так что мне, слава богу, повезло. Значит, нам принесли питание. Вот такая колбаска. Колбаса сырокопченая. Славянские родные угодья. 40 граммов. 12-го, 10-го изготовлено. До 26-го, 11-го, 20-го. И, значит, два вида горячего питания. Свинина с рисом и курица с рисом. Мужчина взял себе свинину. Я, естественно, курицу. Давайте посмотрим. Ну что, ребята, выглядит все очень даже прилично. Такие кусочки филе, рис, морковка. И вот это что-то беленькое. Может быть, сметана, либо сырная какая-то подливочка. Но, вы знаете, очень прилично. То есть, это не какие-то кости, а кусочки филе. Очень все безумно горячее. Ну, как вот типа в самолете. Включили еще общий свет. Вообще, теперь светло стало. Сейчас будем ужинать. Так. Ребята, достаточно все вкусно, прям по-домашнему. Морковка пропаренная. Рис такой прям неслипшийся. Кусочки филе сочные. Ну и чайок с пирожком, с яблоками, которые мы сегодня с вами покупали в сладкоежке. Яблок очень много, очень вкусный. О, боже. Ребята, посмотрите. Во втором туалете душ. Обалдеть, ребята, душ. Уж я такого еще не видел. Я заходил просто в первый туалет, а это второй туалет с душем. Да такой весь чистый. Вот это поезд. И вода даже льется вот так вот. Тепленькая. А те, например, кто путешествует наверху, у них еще есть вон USB зарядка. И своя подсветка. Мой попутчик пошел душ принимать. Просто он еще от Москвы поедет домой до Костромы, поэтому ему нужно освежиться. А я буду пока разбираться. Так, здесь нужно нажать на фиксатор, и вот эта штука открывается. Так, подушку. Одеяло. Так, это мое полотенце. Это подушка, наверное. И пододеяльник. Смотрите, какое чистое одеяльце. Потому что оно не просто с простынкой, а это реально пододеяльник. Поэтому оно всегда чистое. А здесь, кстати, такой ортопедический матрас. Главное, мой попутчик туда положил подушку. А я привык сюда. Вот тут смотрите, какая система. Тут стол. Вот эти штуки поднимаются вот сюда. А вот эта штука вот сюда. То есть стол становится меньше, да, вот на вот эту часть. И ты можешь спокойно лежать, не боясь тукнуться. Ну, тогда нужно со стола все убирать, понимаете? Не знаю, короче, как я буду ложиться. Может быть, так же, как и он. Короче, я придумал. Я только свою часть открою и буду лежать там. Ну, я чистить зубы, умываться и спать. Всем спокойной ночи. До завтра. Всем доброе утро. Через два часа Москва. Ну, я, как обычно, выспаться в поезде не могу. Так вот лежишь в полудреме. Так полуглазом спишь. Потому что, ну, поезд едет. Я вот не могу. Мне нужна тишина. А некоторые спят. Хоть там, я не знаю, бухенвальский набат будет греметь. Бесполезно. Спать будут. Ну, ладно. Сейчас уже скоро дома будем. Так, ребята. Ну что, я чаю заварю. И с пирожком, который у меня был с капустой и филе курицы из сладкоежки. Ну, так, чисто. Дома уже поем нормально. Попутчик меня угостил яблоками из его личного сада. Он из Костромы. Пахнут. Прям свойски. В магазине так не пахнут. Да простит меня РЖД. Наверху никто не ехал. Возьму еще один комплект. Пригодится в путешествиях. Особенно, если лететь с ручной кладью. Чем таскать с собой тяжелые домашние тапки. Плюс там пасточка. Все дела. Прикольный набор. Приехали в Москву на Повелецкий. Еду домой. Полувареный. Ну, все, ребята, я дома. И давайте по традиции посмотрим, во сколько же вышла моя поездка. Если тебе понравились мои волгоградские ролики, ставь класс, комментируй. И обязательно подписывайся на мой канал. Ведь впереди еще очень много путешествий и других интересных видео. Ну, а с вами был Владимир Александренко. Канал Фигра здесь, Фигра там. До следующей встречи.